Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу вам, как я смогла отказаться от кофе. И сразу могу со всей ответственностью заявить, как человек, который выпивал очень-очень много кофе в течение дня, что от кофе можно отказаться. И можно сделать это достаточно легко и безболезненно, в особенности, если вы будете осознавать, что кофе, конечно же, создает зависимость. Он создает зависимость на нашем физическом восприятии. Кофе бодрит. Как бы мы не сопротивлялись этому эффекту, да, кофе бодрит. И когда мы убираем кофе, мы чувствуем вот эту неприятную сонливость. Но и также кофе зачастую является просто утренним, либо каждодневным ритуалом. И нам сложно от этого ритуала отказаться, и сложно вдвойне, если мы, повторюсь, будем чувствовать эту сонливость. Но я смогла это сделать, уверена, что сможете вы. Итак, скажу, сколько кофе я выпивала. Для меня было первым удивлением, что кофе можно пить мамочкам, которые только-только родили своих детей. Прямо-таки ты еще в больнице лежишь, ночью ты рожала, с утра тебе приносят уже кофе. На самом деле, тебя спрашивают, вы хотите чай или кофе? Я была настолько удивлена и поражена, что в меню роженицы входит кофе, что я, конечно же, выпила кофе. Кофе предлагают с молоком, кофе предлагают с сахаром. Ну, в общем-то, любой кофе вы можете попробовать прямо-таки непосредственно в больнице, родив своего ребенка. Что вы думаете, случилось, когда я приехала домой? Как любая мама с опытом, я понимала, потому что первый ребенок родился в Москве, никто мне там кофе не предлагал, а второй ребенок родился здесь в Италии, как и третий. Я уже знала, конечно же, как мама с опытом, что мне нужно очень и очень много жидкости для лактации. И столько чая я не могла выпить, да и кофе, опять же, мы все понимаем, пить гораздо вкуснее. В особенности, если ты пьешь так называемый американский вариант, то есть у тебя такая внушительная чашка кофе, кто-то из такой чашки чай пьет, а мы можем кофе из такой чашки пить. Конечно же, я добавляла молоко. Я очень любила кофе с молоком, потом я пристрастилась в кофе со сливками, и, конечно же, я добавляла сахар. И могу сказать, что я выпивала две большие кружки только с утра для того, чтобы, в общем-то, повысить лактацию. И это действительно удавалось мне сделать, потому что любой теплый напиток, он вызовет у вас прилив молока. И потом в течение дня, очень часто, за неимением возможности поесть, я пила не что иное, как кофе. Почему я не пила чай? Ну, просто потому, что чай не так вкусно пить, а кофе, мне казалось, может заменить мне и еду, потому что там есть молоко, там есть некоторая сладость, глюкоза, сахар, все что угодно это может быть. Потом я сахар заменила на мед, но для нашего организма это примерно одно и то же, все равно это глюкоза, которая повышает выработку сахара в крови. И я, в общем-то, таким образом пристрастилась к огромному количеству чашек, больших чашек кофе в течение дня. И потом я поняла, что у меня есть зависимость. Как это случилось? Однажды кофемашина сломалась, ее увезли практически на месяц в ревод. И я поняла, что моя жизнь, ну она просто-таки стала в разы хуже без моего утреннего кофе. То есть сначала я думала, что мне не хватает ритуала. Через два дня я поняла, что, в общем-то, сонливость у меня настолько высокая, что я не могу с нею бороться. И даже если я отправляюсь спать со своим ребенком, а сделать это крайне сложно, в особенности, когда двое маленьких детей у тебя в семье, как было, например, с Данечкой, а я несколько раз проходила через ремонт вот так кофемашины, через свое желание отказаться, когда я поняла, что да, у меня есть кофезависимость, то, в общем-то, даже если ты спишь, все равно ты просыпаешься, разбитая, и действительно хочется кофе. Каким образом мне удалось окончательно, раз и навсегда отказаться от кофе? Конечно же, во время гречного марафона. Я настолько самозабвенная и ответственно подошла к своему первому гречному марафону, что я, что называется, с поднятым забралом отказалась от всего, кроме чая и гречки, которую я заправляла, если не ошибаюсь, уже на тот момент, все-таки самым обычным подсолнечным маслом, потому что я не очень люблю оливковое масло, кто живет в Италии. Также знаю, что оливковое масло имеет очень выраженный вкус, который очень часто является с горчинкой. Вкус с горчинкой, мне он не нравится. На самом деле, я не понимаю, если честно, вот этих всех комплиментов в отношении оливкового масла. Его вкус до сих пор мне, в общем-то, непонятен. Есть масло, например, кокосовое, которое кажется мне гораздо более вкусным. Есть масло семян подсолнуха, которое тоже, мне кажется, более вкусное, чем оливковое масло. Не что как в маркетинге, а здесь, в общем-то, сказать, точнее, только на маркетинге могу подумать, потому что действительно, когда-то настолько продвигали этот продукт, продвигали этот продукт, настолько Италии, страны, производящие оливковое масло, хотели, чтобы все это оливковое масло продавалось повсеместно, по всему миру, что, в общем-то, мы теперь думаем, что оливковое масло, оно самое-самое лучшее, и, возможно, даже самое вкусное, но лично для меня это не так. Итак, я немного отвлеклась. Да, я вышла на свой гречневый марафон и отказалась от кофе. Было сложно? Да, первые дни было сложно. Но вообще сложно, когда мы отказываемся от какой-то зависимости, например, зависимости от сахара, она вырабатывается тоже примерно, как вырабатывается зависимость от кофе. Иная зависимость у нас от соли, там все гораздо проще. Так вот, могу сказать, что действительно некая ломка происходит, и первые два дня очень сложно, но могу сказать, что после двух дней, после трех дней вот такой очень сильной сонливости, если говорить о кофе, все возвращается на круги свой организм, действительно может потом сам себя регулировать. Вот эта сонливость, которая возникает, она возникает как раз-таки на фоне отказа от кофе, совершенно точно вам могу сказать. Потом можно жить совершенно комфортно, совершенно иначе. Мой совет, как человека, который прошел через гречневый марафон, отказаться от кофе на фоне перемены все-таки питания. Питание должно стать легче, вашему организму должно стать легче переваривать ту еду, которую вы потребляете, и тогда и сонливости будет меньше, потому что мы все знаем, что когда мы плотно поедим, когда мы поедим определенную еду, у нас возникает сонливость, и кофе действительно нам в помощь, но так быть не должно. После еды у нас должна быть бодрость, радость и веселье в голосе, и блеск в глазах, никак не наоборот. Хотя раньше мне казалось, что сонливость после еды – это нормально. Чем заменить кофе? Если кофе для вас – это ритуал, прям-таки выписала себе. Орзо, конечно же, это напиток, если не ошибаюсь, из пшеницы. Он очень популярен здесь, в Италии. Вы можете найти его в любом магазине, но я думаю, что поскольку имеет место глобализация, в общем-то, Орзо в любой точке планеты можно найти. Где искать Орзо, если вы живете не в Италии? Возможно, в биомагазинах. Вообще, биомагазины для меня очень синонимичны и похожи по ассортименту этническим магазинам. Там, на самом деле, можно найти очень много продуктов, которые, допустим, здесь, в Италии, не в ходу. Например, сметану, например, ту же самую гречку, хотя сейчас гречка стала продаваться и в самых обычных супермаркетах, в отделах био, прежде всего. Я могу сказать, что очень много продуктов из, допустим, немецкой кухни можно найти именно в биомагазинах. Я, например, кефир в свое время покупала исключительно в биомагазинах, потому что нигде больше кефир не продавался. Поэтому, где бы вы ни жили, в России, либо в любых других странах, отличных от Италии, потому что Орзо, безусловно, является итальянским напитком, который дают часто даже детям. И я пила Орзо, да, очень похож на кофе. На мой взгляд, вкус его даже более приятный. В особенности, если вы не отказались с молока, я думаю, что Орзо с молоком, небольшое количество меда станет для вас прекрасным началом дня. Также цикорий. Могу сказать, что цикорий мне понравился даже больше. Цикорий, я совершенно точно знаю, пьют в Испании. Он очень распространен в Испании. В Италии я ни разу не встречала цикорий здесь, в супермаркетах. Но, опять же, думаю, что если бы я задалась целью найти цикорий, например, в каком-нибудь интернет-магазине, либо найти цикорий в каком-нибудь биомагазине, я думаю, что, в общем-то, это оказалась бы мне посильной задачей. Поэтому два продукта совершенно точно. Орзо и цикорий, которые очень-очень похожи по вкусу на кофе, могут вам заменить кофе, если кофе для вас прежде всего ритуал. Хотя, если вам так кажется, то вы, безусловно, столкнетесь также с сонливостью, когда сможете отказаться. Возьмите себя в руки, конечно же, сможете отказаться от кофе. Все-таки кофе – это не только ритуал, это продукт, который, безусловно, вызывает у нас зависимость. Хочу отдельно сказать про чай. Возможно, мне несколько проще было, опять же, на гречневом марафоне, потому что я сказала, что в моем рационе сохранился зеленый чай. Чай тоже содержит кофеин. Единственное, что кофеин этот имеет не такую быструю реакцию в взаимодействии с нашим организмом. Бодрость приходит к нам несколько позже. Но, тем не менее, именно чай, самый обычный, зеленый либо черный, насколько я знаю, все-таки лучше зеленый, потому что в нем больше содержится кофеина, хотя кажется зачастую наоборот, ведь зеленый чай обладает более деликатным вкусом. Нет, по-моему, все-таки в зеленом чае больше кофеина, чем в черном. Так вот, пусть чай тоже вам будет именно подмогой, как источник кофеина, в котором вы будете нуждаться и которого вы лишитесь. И вы увидите, что, если даже вы будете пить чай на ночь глядя, то вы тоже, возможно, будете испытывать трудности с засыпанием. Так же, как мы не привыкли пить кофе на ночь глядя, чай тоже не рекомендуется, именно по той причине, что в нем содержится кофеин. Ну что ж, вот таким образом я смогла отказаться от кофе. Сейчас, если я и пью кофе, то крайне-крайне редко, исключительно потому, что, опять же, это некий ритуал. Я перешла на совершенно маленькие чашечки кофе эспрессо и пью кофе, ну, на самом деле, вот прямо-таки два раза в месяц может быть. И то совершенно точно знаю, что если я начну это делать регулярно, то у меня снова возникнет привыкание. А я очень-очень не люблю испытывать вот эту сонливость, которую я когда-то испытывала и от которой в итоге смогла избавиться. Желаю всем бодрого настроения, бодрого дня, даже без кофе. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»